Ла-илла-илла-илла-илла-илла-илла-илла Облачившись в нарядную одежду, мусульмане города с восходом солнца спешат на праздничную молитву в соборную мечеть Ан-Наби. Для обеспечения санитарных норм на входе всем обрабатывали руки, измеряли температуру, выдавали маски. Повсюду радость и приподнятое настроение. Прихожане одарили нуждающихся, вручали пожертвования, поздравляли друг друга. Желаю вам здоровья, счастья. Всем с праздником. Всем желаю счастья, здоровья, самое главное, чтобы... Всех поздравляю с праздником у Розавера и санексаулок, чтобы все было хорошо у всех. Я поздравляю всех с салаватси, с праздником, пожелаю вам здоровья, радости, удачи, добра, мира и благополучия. Берегите себя и своих близких. Самое главное, чтобы был мир на земле. И санекулхан. Всем здоровья, всем мир на земле, чтобы все живы и здоровы были. Согласно истории праздника, именно в этот день Аллах испослал пророку Мухаммеду первые стихи Корана. Всех, кто пришел в мечеть, разделить радость светлого праздника, поприветствовал помощник Верховного Муфтия Рамиль Хазрат Насыров. Ас-саляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Алим, ас-саляму алейкум, ва баракату. Мир вам, милост Аллах, Субхану амадуаля и его благословения. От имени Центрального Духомного Управления Мусульмана России я всегда лично поздравляю всех благословенным окончанием месяца Рамадан и богоугодным праздником Айд-Хитр. К утреннюю намазу присоединился и глава города Игорь Миронов. Он поздравил всех мусульман с праздником. В нашей стране проживает больше ста национальностей. Все мы разные, но все мы едины. И вот такие мероприятия, такие праздники, они действительно позволяют показать, что мы единое целое. Мы вместе. Это очень важно. Я поздравляю всех мусульман с этим светлым праздником. Желаю счастья, здоровья, благополучия. И пусть у каждого в доме царит уют, гармония и взаимопонимание. Затем священнослужители выступили с молитвами-обращениями к Всевышнему. По традиции проповеди читались на разных языках. Ураза Байрам – праздник, объединяющий всех мусульман. Это не только праздник добра и света. Ураза Байрам – это еще и подведение итогу священного месяца Рамадан. Мы стараемся для наших горожан сделать всегда еще лучше и лучше. Но в этом году, конечно, немножко обновили. Там внутри мечети покраску сделали полностью. Потом, где поднимаемся, вот стены, все это плиткой сделали, наклеили. Поэтому и видите, все территория, вся она светет, белый, приятный, ухоженный, да, таким образом. Ну, конечно же, всегда это мольба. Мольба для всех горожан. И самое, наверное, главное, в течение 30 дней наши шакирды, имамы, хазраты читали священник Книги Куран. Каждый день они по два страниц проходили. И вот этот Куран, который просчитан в течение 30 дней, мы посвящение сделали для наших горожан. Мы, приезжая сюда в город, всегда радуемся, особенно в последние годы, как город меняется, становится комфортным для проживания. Видим сияющие лица. Несмотря на разные ситуации в мире, которые происходят, именно так и надо показывать, что мы сплоченный народ, что мы добрососеди для всех, что мы миролюбивы. Этому учит нас и ислам, этому учит нас и Рамадан. Поэтому хочу поздравить всех жителей города, гостей города с этим светлым праздником Ура-За-Байрам. В этот день представители других религиозных конфессий в очередной раз явили пример межрелигиозного единства. Они поздравили мусульман с их священным праздником. Любые праздники в любых религиях – это всегда благо. Особенно в этом году. В этом году у нас совпали все праздники в один, скажем так, временной промежуток. Это иудейский праздник Песах, христианская Пасха и Ура-За-Байрам. Это как бы творец нас все ближе и ближе соединяет и показывает о том, что все мы его дети. Ура-За-Байрам в мечети завершился раздачей ароматного плова, приготовленного в лучших традициях Востока. Лилия Шиньязова, Рустей Мгайнанов, телекомпания «Слават». Продолжение следует...